МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Надежные партнеры. Михаил Игнатьев встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Дорожные хлопоты. Минтранс Чуваши проверил состояние дорог в Канаше. Война и мир. В художественном музее открылась выставка от Шамурши до Кёнигсберга. Глава Чуваши Михаил Игнатьев в три дня находился с рабочим визитом в Республике Беларусь. Программа пребывания была весьма насыщенной. На встрече с президентом Александром Лукашенко обсуждались вопросы экономического и культурного сотрудничества. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил, белорусские и чувашские предприятия связаны в единую технологическую цепочку. Трудолюбие и работоспособность наших народов помогут осилить любой совместный проект. Михаил Игнатьев также заметил, что Чуваши видят в Республике Беларусь надежного партнера. Наши отношения, они выстраивались десятилетиями. И могу сказать, за последние три года товарооборот мы увеличили два с половиной раза. Я абсолютно уверен в том, что наши отношения получат дополнительный импульс для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. В преддверии 70-летия Победы Михаил Игнатьев возложил венок к монументу Победы в Минске и посетил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Брестская крепость. Года оккупации партизанских движений. Легендарная операция Багратиона. Полное освобождение Минска и Беларуси. Эти вехи в истории нашли свое отражение в экспозиции обновленного Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Белорусы, один из наиболее пострадавших в годы лихолетия народов, свято чтят память тех лет и память о людях, освободивших их страну от немецко-фашистских захватчиков. Мы продолжаем совместные исследования об участии наших братьев-чувашей в партизанском движении в Белоруссии, в освобождении Белоруссии. И эта работа у нас налажена, в частности, с вашим университетом. Мы этой работой очень дорожим. Так как нашему музею в новом здании нет еще и года, поэтому все выставки и проекты у нас впереди. Мы просто уверены, что будем обмениваться и выставками, и материалами архивными, и фотографиями, и, конечно, сведениями о белорусах, которые отличились и на военном поприще, и на гражданском в Чувашии. Музей оборудован современными инсталляциями и мультимедийными комплексами. Экспозиция музея «История Великой Отечественной войны» очень полно и правдиво отражают события тех лет. «Это очень важно в сегодняшнее время, когда принимаются попытки переписать историю и принизить значимость Великой Победы», отметил Михаил Игнатьев. Глава Чувашии также возложил венок к Вечному огню и монументу Победы Минска. В честь важной для всей страны даты в мемориальном комплексе Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве состоится вечер памяти наших земляков, погибших на фронтах войны. По поручению главы республики организатором вечера выступило полномоченное представительство Чувашии при президенте России. «Приглашаю всех земляков, уроженцев Чувашии, всех тех, кто неравнодушен исторической памяти, кто хочет отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны и вспомнить всех тех, кто отдал свои жизни и быть вместе с теми, кто еще жив. Программы будут включать минуту молчания у книги памяти, в том числе и у книги памяти Чувашской республики, которая хранится в Центральном музее Великой Отечественной войны, встречи с ветеранами, ну и, естественно, песни военных лет. Вечер состоится в концертном зале. И надо отметить, что это действительно торжественное событие, потому что многие регионы хотят именно в таком знаковом для России месте провести торжественные мероприятия, посвященные Великой Победе». Чувашия готовится к выборам. Напомним, в сентябре нам предстоит выбрать главу республики, а также глав муниципалитетов и депутатов районных собраний. Партия «Единая Россия» впервые проводит «Праймерис» – внутрипартийное голосование, позволяющее гражданам участвовать в отборе кандидатов. Как он будет проходить в Чебоксарах, рассказали журналистам на брифинге. Цель «Праймериса» – допустить к участию в выборах наиболее достойных кандидатов. Кто они, решают не только соратники по партии, но и жители города. Именно им впоследствии предстоит решить, кому представлять их интересы в столичном собрании депутатов. «Праймерис» пройдет по самой открытой форме. То есть любой желающий, любой гражданин города Чебоксары, Чувашской республики сможет прийти 24 мая на те площадки, где будет открыта дискуссия, где могут задаваться самые неудобные вопросы тем кандидатам, которые будут выдвигаться как от партии, так и не от партии. В Чебоксарах сформирована избирательная округа 21 одномандатной и 21 партийной. Всего заявки на предварительное внутрипартийное голосование подали 178 человек, желающих участвовать в местных выборах. До 24 мая кандидаты будут встречаться с населением, кандидаты будут участвовать. То есть будет еще такая предвыборная кампания? Конечно, конечно. Предвыборная кампания, обычная предвыборная кампания перед «Праймерисом». Каждый кандидат может донести свою предвыборную программу. Существует несколько способов организации внутрипартийных выборов, но легких путей партийцы не ищут. И мы выбрали, как Леонид Ильич сказал, самую сложную модель. Но она наиболее в большей мере дает людям проголосовать, поддержать ту или иную кандидатуру. И, конечно, будут поддержаны те кандидаты, которые работают постоянно в своих округах, оказывают большую помощь жителям микрорайонов, выполняют свои партийные поручения. И вот эту возможность проголосовать именно подтвердят. А если тот, кто думает, что его люди поддерживают, но плохо вел свою работу, конечно, такой кандидат не сможет быть выдвинут. В день проведения праймериза 24 мая в Чебоксарах будут работать 110 избирательных участков. Время голосования уточнят немного позднее. По предварительным данным с 8 до 14 часов. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. 22.1. Председатель правительства Чувашии сегодня ознакомился с работой двух чебоксарских предприятий. Ивана Маторина интересовала, активно ли на заводах внедряются инновации. Что показали премьеру, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Вот такие бетонные плиты сейчас приходят на замену привычным материалам. Благодаря высокопрочной арматуре можно производить блоки любой длины. На чебоксарском заводе их начали выпускать только в прошлом году, но здесь уже появились постоянные покупатели из других регионов. На предприятии надеются, что в перспективе новая технология заинтересует и чувашских строителей. Мы активнее работаем с проектировщиками и с проектными группами для внедрения нашей продукции в проекты, которые готовятся для реализации на территории Чувашской Республики. Это качество. Во-вторых, это то, что гибкость, то, что длина плиты может составлять 10,8 метров. То есть, соответственно, любой длины, под любой размер. На предприятии уверены, что спрос на новые плиты в ближайшие годы вырастет в разы. Их производят в современном цехе и технологии позволяют постоянно наращивать объемы. За все процессы, вплоть до измерения и распилки, здесь отвечает автоматика. К примеру, с помощью вот таких вот установок в арматуру заливают бетон. За сутки здесь производят порядка 100 бетонных плед. Председатель правительства отметил, что сейчас строительная отрасль нуждается в новых материалах. Заводы, где их уже производят, будут выигрыши. Предприятиям просто необходимо ориентироваться на потребности рынка. К примеру, в компании «Инкост» начали выпускать и вот такие устройства для подъема машин. Заказы на них сейчас поступают даже из-за рубежа. Вообще, отмечают руководители предприятий, к российским разработкам иностранные партнеры проявляют все больше интерес. Положительно повлияло на конкурентность продукции те события, которые произошли в конце прошлого, начале года, когда рубль ослабил к основным валютам международным, сегодня есть конкурентные преимущества по стоимости по данной продукции. Но это не главное, наверное, преимущество. Главное то, что выпускается интересная продукция. И уже очевидно, что интерес к инновационным разработкам не упадет. Те, кто и дальше будет заботиться о модернизации процесса, не потеряют своих партнеров и приумножат количество заказов, считает Иван Моторин. Этой встречи предприниматели ждали давно. Экономический кризис усугубил проблемы малого бизнеса. Многие из них можно решить, заручившись поддержкой властей. В республиканском бизнес-инкубаторе состоялась встреча главы столичной администрации Алексея Ладокова и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской республике Владимира Иванова с бизнесменами города Чебоксары. Прямой и открытый диалог с органами власти, в ходе которого обозначились очень серьезные проблемы, тормозящие развитие бизнеса. Впервые именно в таком формате шел разговор двух сторон. Конкретные вопросы, требующие конкретных ответов. Вот сейчас сидят здесь предприниматели, которые ведут хозяйственные дела. И вы представляете, 90% битвы идет со всеми, в том числе, с администрацией города. И можете ли вы решать вопросы, чтобы уменьшать количество судебных дел? То, что 90% битвы с административными органами, я не согласен. На сегодняшний день многие решения можно принять только по решению суда. Иначе нас опять обвинят в сговоре, коррупсогенные факторы и так далее. Законы нужно соблюдать. В этом никто из присутствующих не сомневался. Но бывают ситуации, когда предприниматели просто загоняют в угол. По словам Владимира Иванова, только в прошлом году к нему обратились за помощью почти 200 владельцев бизнеса. Положительно нами было решено 57,5%. Много это или мало, но большинство, конечно, это были положительные консультации, которые реально помогли предпринимателям. Развитие, а не стагнация бизнеса в столице – вот главная общая задача, уверен Алексей Ладыков. Результат нашей совместной работы – это развитие города, благоустройство города, повышение качества жизни в городах. Все вместе мы в этом направлении должны работать. Дайте профессионалов или общественные институты давайте создадим вокруг администрации города, которые будут подсказывать, помогать. Давайте вместе работать. На встрече прозвучало огромное количество предложений, как работать вместе. Условно, нужна торговая промышленная палата города Чебоксар при администрации города. То есть какой-то орган, в который будут стекаться эти вопросы, систематизироваться и вместе с администрацией их решать. А иначе все такие встречи будут превращаться во встречу граждан нашего города с главой, что наконец-то мы добрались до горла нашего руководителя. Честность и прозрачность. По такому принципу готовы работать чиновники. И этого же они ждут и от бизнес-сообщества. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. На несколько лет лишится свободы и заплатит большой штраф теперь уже бывший сотрудник исправительной колонии номер один в Чувашии. Его судили за взяточничество. Злоумышленник возглавлял в колонии отдел материально-технического обеспечения учебно-производственного процесса избыта продукции Центра трудовой адаптации. По данным следствия, с декабря 2012 года по март 2014 он, пользуясь своим служебным положением, способствовал заключению госконтракта в колонии с одной коммерческой организацией, за что получал от директора данной фирмы вознаграждение. После получения 26 марта прошлого года в одном из кафе города Чебоксара еще 130 тысяч рублей за те же незаконные услуги и достижение с директором этой фирмы договоренности о получении в ближайшем будущем очередной части взятки в размере 110 тысяч рублей. Злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Приговором Калининского районного суда столицы республики 29-летний бывший начальник отдела материально-технического обеспечения учебно-производственного процесса избыта продукции Центра трудовой адаптации из правительной колонии номер один признан виновным в получении взятки в крупном размере. Ему назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 771 тысячи рублей, а также он на два года лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных учреждениях. Министерство транспорта Чувашии организовало очередной пресс-тур по дорогам республики. На этот раз журналисты отправились в город Канаш. Основная тема выезда – содержание дорог. Текущая работа, проблемы и пути их решения, проведение ямочного ремонта. Работа на дорогах в Канаше и Канашском районе кипит. Только на одном участке трассы Канаш-Шакулова находятся сразу три бригады. Дорожники заливают ямы холодной асфальтобетонной смесью, занимаются пропуском. Вот, чистят дорожные знаки, собирают мусор. У нас, конечно, это больная точка, больное место – это уборка мусора. Есть выражение известное такое. Чисто не там, где убирают, чисто там, где не ссорят. А вот дорожники бедные, получается, каждый день убирают, каждый день их ругают, потому что проезжающий транспорт мусорит, выбрасывает прямо из окон, это таких случаев сколько было, близлежащие деревни, машинами вытаскивают. Мы, правда, работаем с местными администрациями, с районными администрациями. Они на своих совещаниях этот вопрос тоже поднимают, работают с местным населением, но, тем не менее, медленно решается этот вопрос. В 2014 году в Канаше появилось дорожное кольцо, реконструированы тротуары по улицам Пушкина, Свободы, проспекту Ленина. Вот-вот начнется ремонт дороги по улице Ильича. Местность тут болотистая, поэтому большие силы будут брошены на дренаж и отвод воды. По итогам торгов мы выиграли конкурс на капитальный ремонт этого объекта. Данные этого объекта, протяженность километр двести, стоимость 59 миллионов. По плану этого года начало работ предстоит после Пасхи. Начинаем в числах 14-го и должны закончить объект в ноябре месяце этого года. Однако не все подрядчики ответственно относятся к выполнению муниципального заказа. Администрация Канаша требует заменить дорожное покрытие на шести дворовых территориях. Выявлено было несоответствие муниципального контракта по толщине покрытия. Данным подрядчиком являлся ООО «Стройсервис». В настоящее время ведутся судебные разбирательства в орбитажном суде Чувашской республики. В планах на 2015 год ремонт еще шести дворов. Всего же с начала года в республике отремонтировано почти 20 тысяч квадратных метров автомобильных дорог. Мария Шоклева, Республика. В православном календаре завершаются последние дни страстной недели перед Христовым воскресеньем. В Великую Пятницу в храмах совершается чин выноса плащаницы – икона Христа во гробе. На богослужение побывала наша съемочная группа. Термин плащаницы появился в русских богослужебных книгах еще в 16 веке. Уже в те времена наши благочестивые предки переняли из византийской церковной традиции совершение особого по красоте и значимости богослужения, выноса в центр храма иконографического изображения Христа во гробе. Особая трагичность этого дня слышна в церковном погребальном пении. В храме совершается чтение канона, в котором рассказывается о распятии Христа и оплакивании Богородицы и своего сына. Плащаница будет находиться в центре храма для поклонения верующими вплоть до начала пасхальной заутренней, завершающей череду служб Страстной Седмицы. Александр Гаврилов, Андрей Шоклев, Александр Петров, Республика. Апрель – традиционный месяц для проведения экологических акций и мероприятий. В субботу, в канун Светлой Пасхи, на уборку улиц столицы выйдут сотрудники районных администраций, предприятий и компаний, а также жители Чебоксара. Экологические акции запланированы в сквере имени Чапаева в мемориальном комплексе «Победа» в парке «Пятьсотлетие» города Чебоксара и на других площадках. Такие субботники проходят в рамках городской акции «Сделаем город чище и зеленее». В ее рамках планируется не только наведение чистоты и порядка на улицах Чебоксар, но и посадка зеленых насаждений, санитарная вырубка деревьев, ликвидация несанкционированных свалок. Чебоксарка Мария Максимова представляет нашу республику в вокальном конкурсе «Новая звезда». Проект идет на телеканале «Звезда». Когда можно увидеть Машу и каковы ее шансы на победу? Расскажем в следующем сюжете. Мария Максимова успешно выступила в первом туре и перешла во второй. Недавно состоялась запись новой программы с участием Маши. И вот совсем скоро нашу землячку можно будет увидеть в проекте «Новая звезда». Сколько баллов ей дали члены жюри, Марии по условиям контракта рассказывать пока нельзя. Но она может поделиться некоторыми подробностями. Я очень понравилась Заре и Дунаевскому. То есть я, когда я пела, находясь на сцене, я получала вот их эмоции. То есть они смотрели на меня, они прочувствовали вот. От них я чувствовала поддержку. Может от других немножко не так, потому что, а может быть, они как-то скептически смотрели. Но Зара, вот Зара со мной всю песню пережила второго тура, вот который я исполняю. Она вот всю песню она переживала, она, я видела ее эмоции, я, и такое ощущение было, что вот у нас какой-то контакт случился, и я как будто ей эту песню исполняла. Как показывает практика, победу в этом конкурсе дают не столько баллы членов жюри, сколько поддержка телезрителей. Пела я во втором туре песню Ирины Дубцовой и Полины Гагариной «Кому зачем». Если телезрителям понравится, которые будут меня смотреть 11 апреля, вот на канале «Звезда» в 21.20, то я думаю, что вот этого стоит. То есть даже оценка жюри, может быть, была не такая высокая, как мне хотелось бы, но если все-таки телезрители, ну просто вот посмотрят, что это их тронет, они поймут, что я испытывала тогда на сцене, тогда я думаю, что проголосуют. Выступление Марии Максимовой во втором туре можно увидеть завтра, 11 апреля в 21.20. Тогда же и начнется СМС-голосование за конкурсантку. Марина Рябцева, Андрей Спиридонов, Республика. В залах Чувашского государственного художественного музея открылась выставка от Шамурши до Кенигсберга. В экспозиции 156 фотографий из военного фотоальбома Александра Коновалова. Александр Коновалов родился в Шамуршинском районе. После школы в 1939-м был призван в ряды рабочей крестьянской Красной Армии. В мае 1941-го поступил в Гомельское военное училище, а спустя месяц началась война. Александр Васильевич награжден медалями за отвагу, за оборону Ленинграда, за взятие Кенигсберга, за победу над Германией. Я окончил целую школу фото, авария фото Гробитовичевскую, Гомельскую, бывшие московские специальные училища. Меня учили вот, например, один-то факт. У нас преподавал фотохимию некий эстонец АГОКАС. Дать вторую жизнь этим фотографиям и сделать выставку решили два энтузиаста. Внук ветерана Александр Плешков и чебоксарский фотограф Александр Мовчан. В отличие от тех привычных фотографий, которые мы видим в газетах и журналах, это чисто любительская фотография. Там сами фотографировали сами солдаты, которые служили при фото лаборатории. У них была возможность. И мы на этих фотографиях можем видеть, как по-настоящему жили военнослужащие того времени. Примечательно, что стартовала выставка именно 9 апреля, в день взятия Кёнигсберга. Фотографии из экспозиции рассказывают о жизни авиаполка и фотоотряда изнутри. Александр Мовчан признался, что со снимками из альбома пришлось повозиться. Маленькие, потрепанные временем фотографии создавались в полевых условиях и не были защищены от пыли и царапин. Пыли было много во время печати. Походная фотолаборатория передвижная, она не обеспечивала герметичности. И пока они там ехали или там, допустим, ветер мог столько пыли собрать. Естественно, им было не до этого, чтобы там заботиться о каких-то этих мелочах. Их задание было делать фотокарты как можно быстрее и отправлять их в штаб. Время идет, и живых свидетелей тех дней остается все меньше. Важно, что сегодня мы можем с ними встретиться и увидеть то, что видели они своими глазами. Поэтому Александр Мовчан, автор нескольких исторических фотопроектов, принял решение продолжать работу над экспозицией. Екатерина Кудряшова, Александр Петров, Республика. И еще одна очень важная информация. Завтра день открытых дверей в доме ребенка-малютка в столице Республики. Работники дома ждут в гости всех, кто неравнодушен к судьбам маленьких и не очень здоровых детей. Таким стал последний рабочий день недели. Всего вам доброго и удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова